Минобороны России сообщили, что группировка войск ДНР освободила город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика Надоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 километров. По сокоточным оружиям большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске. Всего за время проведения операции выведены из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 98 самолетов, 118 беспилотников, 1041 танк, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий, полевой артиллерии и минометов. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент согласился с предложением Шойгу привлекать добровольцев для помощи жителям Донбасса. Шойгу сообщил, что из стран Ближнего Востока готовы приехать более 16 тысяч человек. Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. В Москве также состоялась встреча Путина и Лукашенко. Российский лидер заявил, что в переговорах с Украиной есть определенные позитивные сдвиги. Также Путин отметил, что СССР всегда жил в условиях санкций и добивался успеха. Активно в России сейчас обсуждается возможный дефолт. Мнения и экспертов, и политиков по этому вопросу разделились. Одни говорят, что такой исход не представляется невероятным. Другие же, что дефолта в нашей стране не будет. Про авиацию. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 20 марта. Полеты временно ограничены в аэропорты следующих городов. Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Эйлиста. Новости о военной операции на Украине появляются чуть ли не каждую минуту. Самая оперативная информация в материале на сайте ortsk.ru под названием «Военная операция на Украине онлайн». А еще быстрее все появляется в нашем телеграм-канале. Сканируйте QR-код и присоединяйтесь. Маргарита Шкарабурова, служба информации и телерадиокомпания «Евразия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова